Сучьи войны. Это я сейчас так не ругаюсь. Это так называется, например, статья в Википедии. Уявление, которое было широко распространено в советских местах лишения свободы в 50-х и в 60-х, когда система пыталась, в общем, пытками и страшным насилием принуждать лидеров криминального мира сотрудничать с родной советской властью. И тем, кто соглашался, соответственно, уходил в суки и сражался с тем криминальным миром, которые, так сказать, стояли на старых воровских традициях. Я не знаю, за кого тут болеть. За красных, за белых, за черных. Я не знаю. Я знаю одно. Насилие недопустимо. Мы сталкиваемся с насилием каждый день в современных российских тюрьмах. И мы сейчас поговорим об этом с человеком, который знает об этом не понаслышке. Петр Курьянов, эксперт движения за права человека, общественный защитник, сам бывший осужденный, бывший заключенный. Петр, одним из самых серьезных, известных там случаев насилия над заключенными сейчас, это был случай с подавлением бунта в ангарской колонии весной этого года. Ангарская ИК-15, колония строгого режима для рецидивистов, для людей, совершивших преступления не в первый раз. Подавление этот бунт отличался особой жестокостью. И мы очень долго не знали о судьбе более чем 60 заключенных, которые пропали, которых не могли найти родственники. И очень плохие сведения мы получали из СИЗО Иркутска, куда перевели людей, которые были названы зачинщиками всего. Что сейчас происходит с этой зоной и как продвигается расследование? Ольга Евгеньевна, я вот называю вот эти события, произошедшие в ИК-15 Иркутской области, все-таки именно акции протеста осужденных. Ну, это более правильнее, на мой взгляд, называть то, что там произошло. И я всему этому даю еще такое название. Это огромная провокация Федеральной службы исполнения наказания во главе с ее директором Калашниковым. Это огромная такая вот чудовищная провокация. Ну, Калашников вышедет из ФСБ. ФСБ, Красноярский глава управления ФСБ, да. А Сагалаков, который стал главой, я напомню нашим зрителям, Сагалаков, который стал главой Иркутского ГУФСИН, это очень опытный опер, очень опытный опер, и он не мог не понимать, что он делает. И самое главное, Иркутское управление, ГУФСИН, 4 года вообще жило без начальника, вообще без власти. Видимо, это еще Абаба подсуетился и не давал назначить нам Сагалакова. Итак? Просто хочу обратить внимание на следующий порядок, такой хронологический порядок, не вдаваясь особо в детали. В октябре приходит Калашников, 19-го года. Ноябрь, декабрь он втягивается. И что же, собственно, происходит в январе? Ну, мы помним, что в 19-м году была внесена новая статья в Уголовный кодекс, это о занятии высшей иерархии, да, по-моему, так она называется. Да, списан из грузинского кодекса, принято при Саакашвили. В общем, по борьбе с ворами в законе. Так вот, на тот момент МВД и другие структуры отрапортовали, ну, как это водится, как все, ими уже в крови у них, отчетностью некой. Отрапортовали о возбуждении уголовных дел по новой статье. Ну, конечно, статья же есть, нужны уголовные дела. И, казалось бы, по логике вещей, то ведомство, где наиболее должно быть проявление таких вот признаков новой статьи, да, вот этой вот иерархии преступной, во ФСИН не было ни одного уголовного дела. Только, ну, как говорится, заставив дурака Богу молиться, он лоб расшибет. Вот, действительно, Сагалаков, я не знаю, что ему пообещали, но он лоб расшиб реально на всей этой ситуации ВК-15 Иркутска. И Сагалаков перестарался. Он просто-напросто вышел на плац и начал орать такие вещи на всех собравшихся на плацу осужденных, которые просто-напросто, вот так, чисто по-человечески, я начинаю уже сейчас понимать, что ребята просто были в панике, что они сейчас с чем столкнутся, как их будут реально избивать, калечить и опускать. Насиловать. То есть он имел в виду, что Сагалаков сказал на плацу перед осужденными, которые еще раз в тюрьме не первый раз из-за серьезных преступлений, то есть это не мальчики-одуванчики, он им сообщил, что сейчас последует серия изнасилований этих людей, вполне себе публичного изнасилования, там, не знаю, череком от швабры и так далее. Это действительно опытный опера. Он не мог не знать, что последует. Он не мог не знать, какая будет реакция. И она последовала. Все, пошел работать спецназ. Ребята были в панике. Вот реально я общаюсь с теми или иными, кто видел это, кто был очевидцем всего. Они испугались. Петр, я хочу проверить на тебе одну теорию. Вот смотри, Ангарск, это далеко, это далеко не то, что от Москвы, это от Иркутска далеко. Это лесной край. Вот колония с дробовой рабочей силой, заключенная, да, рабская дробовая рабочая сила. В колонии лесопилка, кругом лиственные леса и так далее. Четыре года нет вокруг тебя никакого начальства. Никто тебя не контролирует. Начальник зоны с лесопилкой. Это же бизнес, это золотое дно. Бесконтрольное золотое дно. И тут вдруг тебе назначают начальника, и он приезжает. Он приезжает с этой провокацией. И я понимаю, что если сейчас будет ревизия, у меня, у начальника, могут быть очень большие неприятности, вплоть до уголовных. Что я как начальник делаю? Я поджигаю лесопилку. Ну это само собой. Это вороня-слободка. Сгорел сарай, гори и хата. Она не могла не сгореть. Так топорно это имитировали, что это руками осужденных. Да, возможно, это руками осужденных. Но каких? Тех, кто сотрудничает с администрацией. И надо понимать, что главное оперативное управление в СИН и опера в управлениях, оперативники, ну среди них есть далеко не дураки. Они собаку съели на этих своих оперативных делах. Они прекрасно знают и понимают, кого могут привлечь к уголовной ответственности, если там будет какой-то недосчет всего этого леса. Когда выявится вот это вот все. А как это все удобно списать на пожар? Ну как это? Логики абсолютно нет. Нет, если посмотреть историю тех акций протеста, то так или иначе они начинались с уничтожения того, что рядом стоит, и повреждения. Это жилая зона, это бараки, это кабинеты. Здесь мы видим все это цело. Здесь мы видим сразу пожар на промке. Причем на промке, куда они сами начали, осужденные, отступать, и начали туда выталкивать, выдавливать. Но они просто решили... Переведу тебя. Промка это промышленная зона, промышленные помещения, цеха, лесопилка в составе исправительной колонии. Это отдельная зона в зоне. Перевожу. Да, и элементарный человеческий инстинкт самосохранения. Здесь заходят роботы с дубинками, со светошумовыми гранатами, после таких слов, после такой команды вот этого чудовища под фамилией Сагалакова. Петр, скажи, сколько всего человек погибло официально тогда при подавлении бунта в Ангарске? Ну, значит, официально они выдвинули совершенно нелепую, я не знаю, на кого рассчитанную версию, озвученную по федеральному каналу, о том, что один осужденный якобы повесился. Там дословно, потому что он занимался на скот-дворе, кормил свинюшек, гусей, поросей, и когда начался бунт, пожар, типа он пытался освободить хрюшек и свинюшек. Но, значит, бунтовщики, вот я прям очень близко цитирую, да, вот эту версию озвученную, и вот этим заместителем ГУФСИН России, поддержанным Рудом, о том, что... И бунтовщики запретили ему якобы спасать зверюшек и индюшек, которых он выхаживал, заключенному. И тогда он повесился на воротах вот этого хозяйственного двора. Ну, чушь несусветная, ну, извините меня, на сегодняшний день 34 человека, а судьба 34 заключенных неизвестна родственникам, которые их ищут и не могут найти. Прошло три месяца, почти три месяца. Более того, Ольга Евгеньевна, вы же знаете, сколько бедолаг сидит, от которых, ну, просто нет родных, или есть родные, которым он вообще неинтересен, да? Не знаю, как сложилась личная жизнь, но вот есть куча таких бедолаг, которых никто не ищет. Вот пресловутый начальник зоны, у которого лесопилка. И вот у него бунт, лесопилка сгорает. И дальше люди, которые названы зачинщиками, несколько десятков человек, их этапируют в СИЗО номер один Иркутска и с ними проводят следственные действия. Мы не знаем, какие. Мы предполагаем, что раз следственные действия в Иркутске, то наверняка это с применением насилия, с пытками. Мы не понимаем, адвокатов не допускают, адвокатов не допускали, в общем, так и никогда не допустили. При этом мы знаем, что у начальника той самой ангарской зоны двое сыновей, которые работают по странному совпадению в СИЗО один Иркутска. Это следствие? И один из них? Сотрудник оперативного отдела в СИЗО один. Прелестно. Сотрудник оперативного отдела в СИЗО один, который, согласно действующего законодательства, зачастую поручается провести те или иные оперативные действия, беседы, в кавычках, да, мы знаем, как это проводятся, беседы, именно вот с подследственными. Сын Верещаки, сын неотстраненного начальника ИК-15, который заинтересован в исходе уголовного дела, если отбросить логику, просто отбросить логику и тупо идти по уголовному процессуальному кодексу, остался неотстраненным, выполняет, руководящий, да, выполняет определенные полномочия ВК-15 в отношении свидетелей, свидетелей, там же многие, там все свидетели, все тысячи с лишним человек или сколько там было, так или иначе, они свидетели. Свидетель кто? Свидетель по УПК, это тот, кто обладает той или иной информацией. Но как они на закрытой территории? Они все свидетели. И вот представляете, он, начальник, остается там, он заинтересованный в исходе уголовного дела, он свидетель со стороны обвинения. Уникальность вот этого расследования еще этой ситуации во всей Вангарске, которая уже не первый месяц длится, еще уникальна тем, что вот у меня в руках просто постановление о привлечении в качестве обвиняемого заключенного Зырянова. Ему вменяется в вину то, что Зырянов действует, цитирую, за подписью, документ, копия документа, за подписью следователя по особо важным делам, первого отдела по особо важным делам следственного управления Иркутской области Корчевского. Так вот, Зырянову вменяется то, что он действует умышленно в период времени с 18 часов до 24 часов 10 апреля, вооружившись фрагментом бетонного бордюра, используя ее в качестве орудия преступления с целью причинения насилия в отношении начальника ГУФСИН Иркутской области Сагалакова, прицельно нанес удар вышеуказанным фрагментом бетонного бордюра в голову последнего, то есть в область расположения жизненно важных органов, причинив Сагалакову телесные повреждения в виде многочисленных ссадин, кровопотек, головы, лица. Это что такое? Это знаете, что такое? То, что руководит содержанием обвиняемых и подозреваемых в Иркутской области потерпевший по уголовному делу. Понимаете или нет? Потерпевший по уголовному делу осуществляет контроль допуска адвокатов к обвиняемым, осуществляет контроль за медицинским обслуживанием, осуществляет контроль допуска общественной наблюдательной комиссии. Вот это вот все якобы он осуществляет. Потерпевший по делу. Кто, как ни он, не является заинтересованным лицом. Абсолютно, совершенно точно. Ну, вообще довольно сложно себе представить человека, который, размахивая бетонным бордюром, бьет по голове другого человека. Тот остается жив и, в общем, исполняет какие-то свои обязанности. Петр, давай, мне сейчас есть предложение, давай мы послушаем, давай мы послушаем интервью бывшего заключенного, ангарского заключенного, который недавно освободился. Павел Александрович, отбывал на ИК-15, город Ангарск. 10 апреля начался бунт. Маски пришли, начали бунтовать, находился на плацу, начали камнем кидать на генерала. Они начали гранаты кидать зэков, пожарка приехала, водой поливала зэков, зэки разбегались, короче, возле столовой, маски начали колотить насмерть, зэков убивали прямо. А остальные куда могли убегать? Убегали на промку. оттуда нас уже, мы когда туда прибежали, там уже горела промка. Швейка, ПТУ, 84-я бригада. бригада. Потом мы вышли на выход, маски начали всех в угол загонять, начали ломать, газом брызгать, всех на пол избивали. Кто-то вообще идти не мог уже. Потом вытаскивали их в отдельную сторону, кого-то сразу выводили и в автозэки загружали. Кого-то на СИЗО-1, кого-то в СИЗО-6, там количество, не знаю, где-то около 400 с чем-то человек. Привозили уже на СИЗО-1 раздетых, кого-то без трусов, кого-то с трусами. Все. Врачам показывали, они смысла даже ничего не делают. У тебя что было? Какие повреждения? Порезы на руках и разбита голова и глаз синие. Это мне на ИК-15 оперативник в маске ударил сразу глаз, что я голову поднял вверх. Когда лежал? Мне когда уже руки загнуты, когда вели уже к выходу на автозэк и просто взял, ударил. чтобы голова была внизу. И весь апрель до 14 мая был ужас. Каждый день утром, ночью каждый новых загоняли, спускали и били. Ломали зэков зэков Издеваю всяко-разно. Кому-то электрошоком, кому-то еще чем-то. Били. Они уже знали, кого. Просто уходили, оперативники говорили, тех с теми издеваться, тех допрашивать. Уже конкретно кого надо. Потом тебя вывезли. Потом вывезли. У меня на ИК-15 обратно. Там тоже встречали. Стояли постоянно на улице. Утром в 6 утра выходили, песни учили. Приседания, приседания, зарядки эти. Всех? Всех. Сколько народов там? Чай может. инвалиды? Инвалиды, там без разницы. Инвалиды, старики. Всеми издевались. Никто не заходил никуда. Чай может один раз, два раза пили. за 10 дней. У меня с мая ноги опухшие домой приехал. Матушка не узнала. Голова разбита была. На глазу шрам остался. Ноги то и река хожу, ребра болят. Тоже это еще вот когда ехал с 15 на СИЗО-1 удаляли. Не знаю вот с этой сиене что-то тошнит еще что-то. Бывал за себя за близких боюсь себя. Но ведь такое то, что мы видим с тобой в Иркутске. Ну давай мы с тобой много летят и всем занимаемся. А ты вообще человек изнутри. Это ж везде так. В чем околошватился об этот Иркутск? Везде же так петь. Нет. Ольга Евгеньевна, вот эта вот ситуация именно в Иркутске, она ну как бы такая пилотная. Пилотный проект нового руководства нового руководства в СИН, у которого в мозгах у Калашникова, ну только вся ФСБшная работа. Контрразведчик он там или кто. Ну если гражданское общество допустит, что вот эта вот чудовищная провокация закончится победой, да, для вот этого нового руководства в СИН, то это будет сплошь и рядным по другим регионам. Как делаются уголовные дела ФСБ, это известно. Находится засекреченные свидетели, выдумываются засекреченные свидетели, в изъятые телефоны вбухивается просто-напросто нужная информация, по которой описывая которую вот в телефоне изъято, можно говорить о том, что да, переписки, там чаты какие-то, но это специально вставленная туда информация теми или иными специалистами ФСБ. Приглашаются курсанты Следственного комитета в качестве понятых, которые все это оборачивают в такую отбертку, и судьи, те же судьи, которые по делам ФСБ, я вижу это в судебных заседаниях, как только начинаешь по делу ФСБ законно просить суд истребовать то, это пятое и десятое, у них начинают трястись руки, у судей начинают трястись руки, как это так, это же ФСБ. И вот это махина сейчас лепит новую такой вот первопроходцы, решили первопроходцами сделать иркутское управление, а очень удобно, мы здесь в Москве с утра просыпаемся, если что-то надо сделать, а там уже обед, пять часов, пять часов поясов, здесь у нас подходит время к обеду, там уже все, конец рабочего дня, толком не позвонишь, ни запрос не сделаешь устный, кого-то там не пошевелишь в тот же суд, все, вместе работаем всего четыре часа, вот с такой разницей, плюс бояться, сколько адвокатов местных попробовал найти, там реально опасаются влазить в это дело. С нами был эксперт движения за права человека, общественный защитник и сам бывший заключенный Петр Курьянов, который уверен, что в Иркутске сейчас федеральная система исполнения наказаний обкатывает абсолютно новый, очень жесткий подход к заключенным нынешним и будущим.